Единственное, я считаю, что большой недостаток, который был совершен в деятельности наших специалистов, состоял в следующем. Мы подавали в суд на лишение родительских прав по факту того, что были нанесены телесные повреждения супругу. То есть мы знали, что это произошло в состоянии пьяном, что это могло произойти именно при сутствие детей. И до этого были факты того, что мы уличали родителей в злоупотреблении, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Были представлены документы в июле 2020 года, исковое заявление в суд о лишении в отношении всех троих детей. К сожалению, мы получили решение суда по поводу лишения родительских прав только в отношении старшей девочки. Которая и так в этот период уже находилась под опекой бабушки по линии матери в отношении двоих детей отказали. Для меня непонятный аргумент, который я потом более детально проанализировала уже в рамках служебной проверки. Что сам факт нанесения телесных повреждений своему сожителю и то, что в отношении гражданки возбуждалось уголовное дело. И то, что в отношении ее решения о том, что она условно осужденной является, не является основанием для лишения родительских прав. Что лишение родительских прав это крайняя мера. Я понимаю, что все-таки нашим специалистам, включившись, поняв эту ситуацию и понимая, что нужно продолжать не просто профилактическую работу, а настаивать на изначальных наших исковых требованиях, нам нужно было апеллировать по поводу этого решения. Продолжать добиваться лишения родительских прав и не допускать оставления детей в семье. Поскольку решение было суда принято о том, что отклонить наш иск, после этого, конечно, специалисты выезжали в семью. Конечно, ситуация отсутствия детей, возможно, может быть, какого-то рефлексивного такого поведения после случившейся этой драмы привело к тому, что это была ситуация временного, возможно, как мы понимаем сейчас, смягчения взаимоотношений, улучшения взаимоотношений между супругами. Поэтому был проведен акт обследования жилищно-бытовых условий, и детей мы вынуждены были в семью вернуть, передать их. Потом получили вот ту информацию, но о которой мы узнали больше в подробности уже из выложенного ролика. Конечно, я не снимаю абсолютно ответственности со своих специалистов в позиции той, что мы должны были внимательно анализировать ситуацию семьи, анализировать решение судебное и принимать дальнейшие свои действия и меры, в том числе по поводу апелляции и принятия дальнейших шагов и действий. Мы не произвели этого, специалист, который курирует семью этих действий, не произвел. Соответственно, начальник отдела не проконтролировала деятельность специалиста, в том числе не поставила в известность меня о каких-то необходимости дальнейших шагов и действий. В связи с этим, по итогам служебной проверки, как специалисту, который курирует эту семью, Татьяне Викторовне Кузнецовой, так и начальнику отдела Ларисе Витальевне Русановой мы объявили выговор. Эту информацию мы, в том числе и в рамках проведения представления прокуратуры, представили как итог нашей деятельности. Конечно, после того, как случилась ситуация уже с представлением материала в социальных сетях, межведомственным рейдом решением дети были из семьи изъяты. Они помещались сначала в комнате временного пребывания Назаровской районной больницы. В этот же период мы запросили путевки в Министерстве здравоохранения для помещения детей в дом Ребенка Ачинска. 13 марта была нашим специалистом туда перевезена, помещена Таисия Тимофей. У него некоторые были небольшие ОРВИ-проявления, и 18 марта специалисты отправили туда же, увезли Тимофея. То есть дети сейчас находятся в доме Ребенка города Ачинска. А папа вообще как-то объявлялся, приходил, пытался там что-то как-то увидеть своих детей? Виктор Булычев к нам не приходил. Вообще есть регламент, необходимый на уровне законодательства, разработанный, что в таких случаях для того, чтобы посещать детей, нужно брать разрешение органа опеки и попечительства. Виктор Булычев за этим разрешением, согласованием к нам в отдел по опеке не обращался. Обращалась с этим разрешением его мама, Светлана Васильевна. Соответственно, отрабатывала в отношении себя, мы можем только в отношении ее, поскольку она заявила свое желание. То есть специалисты с ней отработали это разрешение. То есть она имеет такое разрешение? Да, она имеет право, как родная бабушка, она будет посещать детей. С вопросом по возможности в дальнейшем взять детей под опеку, обратилась мама Филипповой. Сейчас посмотрю, извините, имя, отчество Людмила Николаевна. У которой уже проживает? У которой девочка, да, старшая, проживает, да. Но это был вопрос именно обсуждения, стоит, не стоит вообще, какой будет порядок, возможность взять детей в том случае, если родители будут в отношении детей лишены родительских прав. Редактор субтитров А.Семкин